Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов и описание этих работ. Экстаз блаженной Людовики Альбертони. Выдающееся произведение искусства высокого барокко в Риме. Культурное надгробие, созданное архитектором и скульптором Джованни Лоренцо Бернини в 1671-1674 годах для Римской церкви Санта-Франческо-Ариппа по заказу кардинала Палуции Делии Альбертони. Кардинал являлся дальним родственником святой Людовики, канонизированной в 1671 году. Я цитирую Википедию. Людовика Альбертони родилась в знатной римской семье, получила католическое образование. В ранней юности после смерти отца вышла замуж в 1494 году за Джакома Девачетера, человека с грубым характером, от которого у нее родились три дочери. В годы замужества Людовика посещала церковь Санта-Франческо-Ариппа, которая находилась недалеко от ее дома. Она овдовела в возрасте 32 лет в 1506 году и в ее руках осталась в поместье мужа. После того, как имущество было разделено между дочерьми, Людовика отказалась от всего и стала монахиней, терцианкой ордена святого Франциска, помогая нуждающимся едой, одеждой, ухаживая за больными. Получила прозвание «мать бедных». Ее почитали мистиком и, как утверждает церковное предание, у нее были экстатические видения и состояние левитации. Примерно в 1532 году у Людовики проявились признаки болезни, приведших к смерти 31 января 1533 года в возрасте 60 лет. По ее предсмертному желанию останки Людовики были захоронены в капелле святой Анны в ее любимой церкви Санта-Франческо-Ариппа. 17 января 1674 года останки были перенесены в большой алтарь той же церкви. 13 октября 1606 года римский сенат постановил, что дата смерти Людовики Альбертоне должна быть отмечена, а в 1625 римские власти назвали ее покровительницей Рима и приравняли дату ее смерти к литургическому празднику. В 1671 году папа Климент X подписал указ о присвоении Людовике Альбертоне титула «блаженной». Затем кардинал заказал обустройство капелли в цирке Санта-Франческо, которое стало местом ее почитания. Несколько художников соревновались за выполнение работы по оформлению капеллы. Заказ получил Бернини и взялся за проект бесплатно. Ему в то время шел 1971 год, и надгробие Блаженной Людовики стало одной из его последних скульптур. Бернини начал работу в 1671 году. Смог завершить скульптуру только в 1674 году. Она была установлена на месте в 1674 году, 31 августа. Скульптура выполнена из мрамора разных цветов. Фигура из белого карарского мрамора покрывала саркофаг из красного с белыми прожилками. Фигура Людовики Альбертоне представлена в момент мистического общения с Богом. Складки ее одежды сделаны предельно натуралистично, но они отражают состояние смятения Блаженной. Ее голова откинуты назад, глаза полузакрыты. Мрамор обработан настолько искусно, что кажется, будто он окутан легкой дымкой и создает световые вибрации. Фуман. Бернини в этом произведении достигает вершины барочного иллюзионизма. Тяжелый мрамор превращается в мистическое видение. Бернини сделал мрамор гибким, как воск. И этим смог в известной мере объединить скульптуру с живописью. Вот такое описание нашел в интернете, в Википедии, к работе «Экстаз блаженной Людовики Альбертоне», автор Джованни Лоренцо Бернини. 1674 год. Пока-пока, до свидания.